Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Алексеевич Шемшук, автор многочисленных монографий по древнерусской культуре, истории, географии. И сегодня я хочу задать Владимиру Алексеевичу несколько вопросов. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вообще вы пришли к теме, которую сегодня мы называем «Древле православие»? Ну, я не пришел, меня просто привели, я встретился со священником, вернее, как он, в общем-то, священник, но если человек говорил, что он священник, ему, в принципе, не жить, уже попадая в эти концлагеря, вот, их там убивали, все равно расстреливали, потому что священников забирали сразу всех с семьями, вот. А он сидел за бродерничеством, вот, сидел за бродерничеством, но там добавляли ему за связь, значит, и вот он, как бы, проповедовал, учил, и вот одного солдатика, который там сказал, что, как, значит, немецкие потери нам сообщают, а наших потерь как будто нет, ну, и вот он получил 10 плюс 5, вот. Вот, и вот он с этим священником общался, и он узнал, что такое православие. И когда он вышел, это был 60-й год прошлого века, он, в общем-то, создал группу и проповедовал. Когда мы с ним встретились, ну, я еще, в принципе, там был ребенок, 66-й, ну, в принципе, не ребенок, я еще, в общем-то, был школьник. Вот. Вот, было интересно, ну, и у меня, как бы, именно благодаря ему возник интерес вообще к религии, я стал, значит, посещать нашу церковь там, ну, не как там, а просто как интересующийся, и просто смотрел, как все там происходит, все, вот. Вот, а он-то работал там дворником, ну, и мы с ним как-то разошлись, и я вроде как смотрел все это, но мне это, в конце концов, разонравилось. То есть я понял, что что-то не то, вот, потому что то, что он говорит, ну, как-то не вписывалось в то, что происходит. А он особо там не разъяснял, он, ну, он просто там говорил, что так-то, вот, Библия там так-то. Я еще тогда не знал, что там есть и Палия, там есть, значит, и современная Библия, которую, потом я узнал, что вот, встретился, когда уже с настоящими неврописными, которые называли ее симптагентом. Сейчас-то и другое название у нее, Даша, да, вот это, седьмая редакция, значит, вот. И потом с этим человеком мы встретились уже, я когда был, ну, уже, значит, у меня уже было больше, там, двадцати, я уже был студент университета, и я собирал как раз вот все эти книги старые, заинтересовался, ну, пытался найти какие-то знания. И вот, когда мы встретились с ним, он опять проповедовал, но уже проповедовал на большую аудиторию, у него уже были ученики, вот. И когда он рассказывает, я стал вспоминать, что он говорил, до этого он говорил уже не то. Он говорил, в принципе, все, что написано в современной Библии, я к тому времени ее, ну, не проштудировал, но так вот прочитал, вот, с какими-то моментами, ну, мне показались интересные. Ну, в основном, конечно, когда там, в общем-то, описываются не очень приятные вещи, убийства, вот эти все, ну, как-то, ну, душа неприемлема, не принималась. Ну, потому что, пяти книжек описывают, да, ну, да. Восход, очищение Палестины от, да, там, народцев. Все вот это было неприятно. А вот, смотрите, Владимир Алексеевич, ну, вот, ну, например, у христианства обоснование догматики это священное писание. А вот у вас источник знаний, получается, это фольклор, то есть это некий вот священник, который передал информацию, встречу с другими религиями. Первую, да, было. То есть, правильно я понимаю, что все-таки основной источник знаний это фольклор, который вы собрали на протяжении. Это не фольклор, вы знаете. Есть вот хранители, хранители, которые знают канон. Вот первая книга священная на земле была канон, не канон, как сейчас говорят, а канон, потому что мы жили по кону всегда, вот, поэтому каноны. И канон, он преобразовывался, вот преобразовывался вот эти вот все палии, зенды, зендовеста, значит, Коран, Библия. Это все названия фактически канона, но с изменением содержания. И у нас, вот смотрите, в Библии написано второзаконие, например, да, первозаконие нет. А первозаконие было связано с тем, что и ввели перевоплощение. Потому что до перевоплощения у нас все жили вечно. То есть на земле жили вечно. Так, и в царстве идут, потом идет второзаконие. Но там второзаконие с точки зрения богословия, это после закона Моисея были даны разъяснения, толкования. Поэтому современные богослови объясняют, что вот это, как бы, ну вот все запутанное. Дополнительное объяснение. К сожалению, да. А у нас и третье законие, и четвертое законие были, которые, в общем-то, поменяли полностью вот канон. Потому что канон, он описывал прежде всего, это была книга судеб, которая описывала судьбы людей, их 576. И потом было, значит, ну, 576 видов судеб. Потом, значит, была Тора. Тора это не современные пятикнижные. Тора это слово «торить». То есть это фактически колодавство. Ну, или колодавство, как сейчас говорят. «Оторить» и «проторить» — это однокоренная слова, да, получается? Да, конечно. Вот, то есть это фактически, ну, у нас, когда был канон, были божественные имена, и люди были богами. И поэтому, имея божественное имя, человек сам, ну, он вынужден стать богом, раз у него божественное имя. И божественное имя всегда состояло из двух богов. То есть там покрытие месяца и покрытие года составляло место, когда рождество. Получается, что канон, он не сохранен в написанном виде. Вот, как раз вот яфьереи, которые себя, кстати говоря, не путают со временными евреями. Они являются хранителями. А почему они не публикуют эту книгу? А потому что их убивают за это. Потому что знать о православии, знать о каноне. Иудеи, в действительности, иудеи, ну, то, что мы называем иудаизмом, это в действительности бессмертие. То есть учение о бессмертии нашего физического тела. А сейчас это приписали, значит, современным евреям, куда входит там 49 этих всяких течений. Вот, ну, они сами так считают. Вот, и они, в принципе, к тем вот яфьереи не имеют никакого отношения. Им же все изменили. И яфьеры ввели вместо яфи, да. И вместо канона там у них сейчас, значит, этот, ну, Тора, да. Ну, у них много этих книг. Вот та же самая Танаха, которая это была. Каббала. Да, и Каббала. А Танаха, Каббала, они как раз после первозакония и после второзакония появились. Там получилась какая ситуация? Первозаконие – это когда ввели перевоплощение. Ввели перевоплощение, это было первозаконие. Появилась вот книга, значит, Танаха. То есть канон был переименован в Танаху. Потому что Танаха – это одно из центральных понятий православия. И, собственно говоря, православие появилось. Потому что оно было связано с перевоплощением. Вот. И разделение было между вот Иваном Грозным и Владимиром. Владимир, он был внук действительности. Ну, это сейчас там говорят все неправильно. Вот эти все связи. Вот. И они вот в Танахе обосновали вот это перевоплощение. Как это делать? То есть все обряды, связанные с перевоплощением, были описаны в Танахе. И появилась Акабала. Вот за Акабалу отвечал Ярослав Мудрый, который объединил и Канон, и Танаху. И это назвали Акабала. Вот. То есть там можно было… Кто-то хотел быть бессмертным, он оставался бессмертным. А кто-то хотел перевоплощения, он оставался на этих позициях. То есть он мог перевоплощаться. Вот эти две книги появились. Они сейчас отнеслись вот к современным евреям. Но они, естественно, никакого отношения к современным евреям не имеют. Акабала, она вся изменена. Потому что Акабала в реальности – это все-таки условия, как стать бессмертным. А потом, когда ввели, значит, уже второзаконие, второзаконие оно было вызвано тем, что пошли сплошные крестовые походы, но якобы там за гробом Господнем, как сейчас нам рассказывают, в действительности это шло завоевание земли. Вот эти 19 походов крестовых, которые состоялись, это были разные завоеватели, из разных концов и уголков нашей вселенной, которые сюда вторгались, на нашу землю. И поэтому было введено второзаконие, разрешившее убивать. Потому что до этого у нас было только лишь можно превращать людей в неопасные формы. Людей и различных существ, то есть не убивали, превращали. И вот как раз за этим стоял Яромак, за этим второзаконим. И вот Яромак, ну его сейчас Яромаком называют, он столкнулся с Ярояром. Ярояр, ну он там и Ария известно, слово Ария, да. Ну Ярея правильно, потому что Ярояр, он ввел более такой ослабленный закон, ну закон-то выход за пределы кона, значит, усыплять. И поэтому его назвали Баяном. Баяном убаюкивать, воя, отсюда слово появилось. И вот Ярояр превратился в Баяна. И он объединил, и появилась книга Зент. Зент вообще это слово песня, то есть боевая песня, которая высыпляла. Да, она высыпляла. И самое интересное, что они сценились с Владимиром. Вот Владимир как бы ввел как раз вот это вот первозаконие, и появилась Танаха. А они объединили, и появилась... Но перед этим Владимир уже успел сделать реформу. Он ввел язычество. То есть он ввел звуковой язык. Потому что все были телепатами, все общались мыслями. Мыслями. То есть и вот он ввел, и появилась поэтому Авеста. У нас самое начальное название нашей культуры – это ведовестизм. И, собственно говоря, у нас и сейчас ведь и веда, и веста. Ну, они как бы считаются у индусов священными книгами и веда. Но веста у них уже нет, естественно. А вот в канал входило веда и веста. Поэтому ведовестизм. Вот когда ввели Авесту, то есть не надо было уже общаться с богами мыслями, а можно было общаться с... А это, получается, противоположность, да, вести? Да, авеста – это противоположность вести, и не все боги принимают именно этот язык. Ну, потом, конечно, приняли, но сначала это нет. Потому что ведь многие столетия всегда службы шли телепатические. А тут появился язык. Но, с другой стороны, это было тоже обусловлено тем, что постоянные войны, и постоянно, значит, надо ведь совершенствовать войнов, учить их, потому что войны-то были звуковые, потому что война, ну, вся терминология, она связана со звуком-то. Война, бой, солдат, солода, атака, так. Ну, их много. Практически вся военная терминология. И вот поэтому он ввел язык уже звуковой, чтобы люди с детства уже понимали его и могли использовать именно уже в боях. И, собственно говоря, поэтому появилась авеста. А когда произошло объединение Баяна и Владимира, появилась книга «Зенто-Веста». Вот «Зенто-Веста», собственно говоря, она сейчас так и называется. Вот. Это объединение двух религий фактически. И Баян, собственно говоря, видите, он вынужден был отказаться от божественного имени. Он оказался от бессмертия ради того, чтобы не убивать других. То есть это тоже был своего рода подвиг. То есть он подписался на перевоплощение. Вот. Ну, а Владимир, он сразу подписался на перевоплощение, потому что нам был выдвинут в свое время ультиматум, что мы переходим на перевоплощение, потому что у нас цивилизация росла, но он бессмертно. Она растет по определению. Или, значит, перестать размножаться. Но поскольку у нас размножения не было запрещено, мы покоряли и новые планеты, и новые галактики. Вот. Ну и потом уже, когда, значит, Владимир женился на Антке. Анты – это люди-обезьяны. В Византии, собственно говоря, это государство, состоявшее из антов. Веси антов. Поэтому Византия. И когда он женился на Антке, и потом стал императором Византии, в конце концов, вот, этому же примеру последовал и арест. Арест, ну, его это как бы имя, он тоже, в общем-то, принял. Ну, потому что у него уже не божественно. Арест – это не божественное имя. Вот Ярослав – это божественное имя. Ярояр – это божественное. Вот. Переслав тоже божественное. Ну, и так далее. То есть два имени Бога в имя человека. Тогда человек – Бог. И когда он, в общем-то, арест тоже принял это, он женился тоже на Анке. Женился на Анке, и его распяли. Ну, то есть убили иудеи. Иудеи, которые были и исповедовали, в общем-то, бессмертие. И поэтому ему присвоили, ну, это было призывительное название, крестос. И сейчас, собственно, как крестос говорит вся Европа, а не как Христос. Христос у нас появился в 19-м. Крест, 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 получается, по-английски. Скрещенный. Он скрестился. То есть это был очередной раскол. Это уже было четвертое законие. И получилось так, что у нас появилось крестьянство. Сейчас вот крестьянство сделали сословием, а вообще это конфессия. Вот мы были покрещены. Владимир нас крестил Русу, первое крещение. Поэтому мы русские. Мы приняли, потому что перевоплощение. Потом нас крестили, значит, Одину. Мы были адонайцами. В Библии там адонайцы просто, да, плоды приносящие. Мы были крещены Разину. Разин – это тоже царь, но нам рассказывают, что это какой-то повстанец. Ну и последнее вот уже, когда разделение произошло, они считали, что можно скрещиваться с разумными существами другого рода, да? Ну, то есть инородцы, то есть они могли не скрещиваться даже. Ну, как, например, у негров с белыми 20% только удачных браков, остальные не получаются. Не происходит зачатия. Ну, точно так же и здесь, вот. Ну и потом уже появился, значит, Коран, который против были. И появилось. Мусульманство, кстати говоря, это тоже, тут же произошло. что манихея не висела, те, которые мусульман называли, да? Вот поэтому мусульманство возникло. То же самое ислам – это тоже было крещение, крещение Соломону, поэтому… Ну, а манихея – это одно из направлений в христианстве. Да, считается, но это не христианство. Вот это именно религия близкая как раз к православию. Как православие, христианство, имеют очень удаленные связи. Слушайте, а вот этот вот спор арианцев догматический по поводу спасения, вот вы его связываете все-таки с тем, что вот были такие имена, фамилии, их нужно было куда-то приплести, поэтому их вот вставили в историю религии, вот как некий там спор догматический. То есть, по сути, просто не знали, куда его засунуть. Ну, вот смотрите, ариане даже баян, да, ариане, ну, то есть, это от баяна все идет. Вот, и, собственно говоря, то, что назвали… Арианская иерись. Да, бояре, бояре или боляре, как говорят болгары до сих пор, те, кто крещены были баяну. Это никакое не дворянство, как нам рассказывают, это именно крещение. Нам, в истории у нас нету, нам все запутали. И вот в истории религии мы, собственно говоря, можем распутать то, что в действительности было на Земле. Вот, поэтому, в общем-то… Слушайте, ну, вот так много мы сейчас говорим о том, что наши предки занимались тем, что касалось бессмертия, а сейчас бессмертие возможно? Ну, теоретически, да, надо только найти эти способы, как… Хотя, в общем-то, у нас опыты, вот, в начале 20 века, которые Вудрев там делал, потом Корлель там делал, вот, они доказали, что клетки человеческого организма, и вообще любая клетка, она все время делится и не умирает. И вот в условиях организма у нас клетки и живут, ну, кто там, там, 4 месяца, как эритроциты, кто-то там, пару лет, там, ну, кто-то вообще только дни живет. Вот, а вот в условиях культиватора, когда они отдельно от организма размножаются, и у них созданы нормальные условия, они тоже не умирают, у них тоже тем было обнаружено смерти. Хотя потом появился Хейфлик такой, который доказал, что только 50 делений и клетка умирает. Но потом, значит, были тоже интересные опровержения, связанные с тем, что Хейфлик использовал центрифуг, для получения питательных растворов, а из тех же клеток и получали питательные растворы. Вот, 70 тысяч оборотов, в то время как Корлель использовался у лишь 3 тысячи оборотов. Но 70 тысяч оборотов, если привести это все, ну, потом по формулам, то есть можно посчитать, что это температура выше 100 градусов получается. То есть понятно, что при такой температуре белки дематурируют. А на дематурированных белках, конечно, вечно не проживешь. Поэтому 50 делений всего. А вы нашли формулу бессмертия? Я ее и не искал. Сделали давно древние. Ее просто надо отыскать у древних, опять же. У нас есть шанс эту формулу отыскать? Они же вот все иносказательно говорят, что наши предки жили на горе миру, они пили нектар и ели амброзию, и поэтому они были бессмертными. Можно подумать, что амброзия – это какой-то абразивный материал, а нектар просто его могли подменить сегодняшним понятием, как сок цветков. Вполне возможно, что это что-то другое. Надо просто найти. Амброзия – это то, что мы называем абразивным материалом. А его нужно, потому что у нас ведь культура чисток, она исчезла из нашего быта, из наших традиций. А в действительности мы моемся каждый день, а ведь внутренние органы мы вообще не моем. Поэтому к 20 годам у нас печень полностью забивается. Воротная вена, которая собирает кровь с кишечника, уже пропихнуть кровь через печень не может. И у нас формируются два отводящих сосуда, две вены, которые впадают в вену кала, и поэтому у нас неочищенная уже кровь, поступает большое кровообращение, и из-за этого мы очень начинаем быстро стареть, именно после 20 лет. А что делать, чтобы не стареть? Ну, надо найти способ правильной очистки организма. Но для этого надо подумать, ну, кто будет заниматься. Но хотя я знаю, что многие люди при такой жизни, они не стремятся вообще к жизни, не говоря уже о бессмертии. Ну, да, запрограммированы, в принципе, уже на определенный срок. Да, и у меня уже друзья умерли, у меня знакомые умерли, пора и мне примерно такая лексика. Понятно. А вот, скажите, пожалуйста, ну, получается, что вот эти древние знания, древняя культура, это некие сакральные знания, которые, получается, нигде и не найти. Вот канон не прочитать, за это убивает Каббала. То, что на полках в книжных магазинах, это, скорее всего, просто желтая пресса. А где современному человеку найти доступ к чистому материалу? Ну, здесь я затрудняюсь, конечно, ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что у нас представление о книгах древних, оно неправильное. То есть у нас ведь был Каменный век, так ведь. И нам говорят, что Каменный век – это, ну, это… Ну, с топором с полкой бегал. Да, это полный, короче, отстой. Вот, это дикость, это, значит, животность. Вот. А в деятельности Каменный век – это век высоких технологий, нанотехнологий. Потому что у нас все, если посмотреть минералы, в соотношении там и чудесные числа, или там много видов чисел, сохранившиеся вот именно в Дреле Православии, они там присутствуют. Именно вот в минералах. В соотношении минералов, вода? Да. В одном каком-то месте? Да, то есть в соотношении веществ к элементам, входящих туда, они какие-то числа. То есть это говорит о том, что они все практически искусственные происходения. Это не значит, что все искусственное. Есть условия, когда сами минералы зарождаются. Так вот, самое-то интересное, что книги, которые были в Каменном веке, они тоже каменные. И вот диски, которые находят иногда при раскопках, это подобные диски, как у нас в компьютере. Но они только бывают чуть побольше, и они из камня. И вот когда находишь такой диск, если ты потерешь его, то в голове у тебя появляются образы. И самое интересное, если у другого человека такой же диск, и он тоже трет в другую сторону, то он получает, может видеть мои мысли у себя в голове, использует этот диск. А это вы сами пробовали, или это вы знаете по рассказам? Это, значит, я не могу раскрыть, значит, секрет этот, чтобы люди не пострадали. Но то, что у нас ведь литература, а стой литов, камень. И поэтому все было в камне. И самые простые вещи записывали в камне, всякие вот эти знания, которые... Поэтому можно искать библиотеку Ивана Грозного всю жизнь, если вы ее никогда не найдете, потому что вы даже если найдете, вы не подумайте, что это библиотека. И найти такие диски, ну что, ну, камень, диск. Камень и камень, да. Ну, кстати говоря, у нас вот на... Земле нашли, например, племена Допа и Хама. Вот это маленькие такие люди с большими очень головами, которые рисуют вот на... при встречах там с летающими тарелками. И вот у них тоже вот эти диски. То есть это фактически культура существует в космосе. Они тоже все пишут на дисках. А у нас, значит, вот этот папирус или там бумага. И вот носители, получается. Вот эти носители, они очень надежные и недолговечные. К сожалению. То есть больше 400 лет, как показал еще Николай Морозов, ни одна рукопись не существует. Нам рассказывают про 2000 лет. Вот еще там на каких-то шкурах бытих там нарисовано. Они еще меньше существуют. Да, с брезнями. Поэтому это все свист художественный, который нам пытаются тут внушить. Слушайте, ну вот древние знания, о которых вы рассказываете, это целый информационный пласт, просто колоссальный пласт с огромным количеством страт. А как вообще человеку освоить эти знания? Ну, здесь дело в том, что у них есть очень много понятий, которых у нас нет. Вот старожилы же говорят, что у нас исчезло 34 тысячи слов, которые характеризовали русскую волшебную культуру. И 90% оставшихся слов поменяли свой смысл. Ну, это вот очень явно видно, когда вот у нас, ну вот, допустим, та же самая Евхаристия, да? Слово переводится как «благодарение», и это «таинство». А нам говорят, что это причащение, это не причащение. Вот когда мы славим Бога, когда мы Ему отдаем молитвы, это все Евхаристия. А вот само слово правильно переводят, но связывают его совсем другими явлениями. «Харис». Ну, ведь слово «Евхаристия», оно с греческого переводится как «Харис» — это радость, «Ео» — это благо, то есть благая радость какая-то, а привязывается равно к причастию, к ритуалу причастия, где вот ешьте хлеб мой, пейте вино, пейте крошь мою. Ну да, то есть, это, кстати говоря, вот эта фраза, она вот именно септуагентом введена. До 1905 года была септуагентом, то есть шестая редакция Библии, и вот там этого как раз нету. Слушайте, я сразу хочу у вас, извините, перебить. Вот я всегда знал, что септуагента в истории богословия — это перевод семи монахов. Септуагента. Ну, соответственно, секс-тоагентом — это с шести. Ну вот, вы говорите, что это название редакции. Это говорят как раз православные люди, которые знают. А вот говоря про православных, мы же говорим не про тех православных, которые ушли в Сибирь, не про тех, которые вот когда был раскол. Ну вот, понимаете... Про каких православных мы говорим? Просто я подозреваю, что люди, которые слушают нас сейчас думают, А, то есть явно то, что не про современных православных говорим, а про каких-то вот раскольников. Да, вот у нас все опять запутано. Дело в том, что вот... Ну вот хотя бы поэтому септуагентом, секс-тоагентом, то есть шестой редакции, вот как раз когда было написано «Причащайтесь фруктом моим и ешьте, значит, вот злак мой». У нас просто разные были эти и злаки, и все. Это первый момент, который я сам как бы читал, мне показывали. Значит, вот сравнивали вот эти вот редакции. Теперь, значит, по поводу православия и христианства, разные религии. У нас православие было запрещено всегда. И уже перед революцией у нас было всего четыре конфессии. То есть там не было никакого православия. Было христианство, был иудаизм, было мусульманство, буддизм. Ну, сейчас вот то, что... Подождите, но у нас же современная русская православная церковь, она зарегистрирована в Минюсте, и она не запрещена. Вот она была запрещена до революции. После революции она была разрешена, православные вышли из подполья. Но большинство же людей, они приняли это христианство, но их заставили принять, потому что их сжигали иначе. Но вы хотите сказать, что их разрешили тогда, когда они приняли христианство. Нет, его не разрешили. Православие было в подполье, но оно вышло. У нас вот сейчас ведь тоже есть православные люди, которые придерживаются правильного православия, но они в миру, они христиане, но они хранят православие и традицию соблюдают этого. Но скрытно они не афишируют свое православное. в своей православной традиции. И таких людей немало, я хочу сказать. И они, но это не только там, как бы считается, что северная там традиция. Нет, это у нас. У нас даже в церквях есть православные люди, реально православные. Он просто режет слух. В русской православной церкви есть реально православные люди. Да, потому что... Как будто там их не может быть. Дело в том, что опять же вот дрели православные, православные, это тоже не одно и то же. Потому что дрели православные, оно предполагает, это вот как раз я слав мудрый, они предполагают все-таки бессмертие, дрели православные, и предполагают перевоплощение. То есть обе этих религий, они бедимые. А православные, они просто предполагают только перевоплощение. В какой сейчас конфессии предполагается перевоплощение? Даже в буддизме его нету, фактически. Потому что у нас, когда вышли из подполья православные, у нас и были оклички умерших людей, то есть их пытались возвратить души обратно в эту жизнь. Вот их всех истребили. именно с семьями. А как человеку современному узнать эту информацию? Ну, скажем, вот если мы сейчас говорим, что это правдивая информация, как современному человеку это узнать и как ему усвоить? Потому что, я уже говорю, это огромный пласт информации. А кто вам даст узнать, эти были усвоены? А что? То есть все получаются в тартарах? Конечно. У нас все, кто сейчас уходит, у них возможности перевоплотиться нет. Никаких. И они вынуждены воплощаться вот в животы, в растения, там, в кого угодно. Потому что душа, она не может жить на том свете. То, что она говорит, что она бессмертна, это фиг. Это лапша опять на уши. А она вынуждена перевоплощаться в животных. Но почему сейчас животные все? резко пошла, значит, вот это человеческое поведение у них. По телевизору показывают, как медведь вытаскивает ворону, попавшую во речку, вернее, там, значит, нефть разлита, она не может залететь из этого. Или там, допустим, те же бурсуки, третьего бурсука, вытаскивают, он за забор упал. Один держит другого за лапы, другой спускается, того берет и этот, который стоит на заборе, вытаскивает их всех. Это же разумное поведение, поведение человека. То есть, они вынуждены воплощаться в животных. А что делать людям? Ну как? Ну получается... Ну я могу сказать, что возвращайтесь к истокам, но кто будет это делать? Все же привыкли к тому, что есть. Зачем им это все? Возвращайтесь к истокам. А вот они спросят, а где эти истоки взять? Ищите и обрящите. Не я один только знаю об этом. Об этом знают много людей. Просто я один только говорю, может быть, и то на ней один. Я слышал, что они выходят из подполья, начинают проповедовать, правда, потом исчезают. Ну и насчет исчезают я тоже сколько раз имел, так сказать. Слушай, получается, что вы делитесь знаниями достаточно сэкранными. И вы, если вы говорите, что только за публикацию книги убивают, а вот то, что вы делитесь с этими знаниями не получаете? Да, сколько угодно этих было покушений, но и со смертельным исходом. Ну так, я же вижу вас, а потому что боги вмешивались в боги. А, то есть, была такая ситуация, что в обычной жизни с обычным человеком не выжить. Конечно. Примерно, выпил стакан сока, зашел там, морковный сок выпил, выхожу, у меня пена изо рта. Но я уже понимаю, что все, конец. Обращаюсь к тому, кто принят. Вот, иду, все прекращается. А пена изо рта, это что, характеризуется? А это как раз принятие такого, которое, ну, все парализует. Это обычно, когда тебя травят, идет, ну, слюна, обильное идет слюноотделение. Со стороны это смотрится как пена. Я сажусь за руль машины и начинается вот это слюноотделение. Я открываю дверь, чтобы она куда-то выходила не в машине. Вот, но уже понимаю, что все, конец. Это один из таких, а в этих случаях, там, буши. А это делается, чтобы вас напугать, чтобы уничтожить. Это делается, что тем, чем это мешает, кому-то мешает эти знания. Ну, что, православие нельзя знать. Это запрещено. Мы должны думать, что вот мы тут вот появились, отслужили и потом нас какой-то безмертный. А кто, кто следит за тем, чтобы это не проходило в массы? Ну, мы захвачены, человечество захвачено. Захвачено рептилиями, которые здесь, в принципе, рулятся. Страна, это же ведь рептилия. Рептилия, которая, в принципе, руководит всем. у него целые помощники силы станы, которые тут работают. Вот, всех этих всяких организаций. А почему мы их не видим воочию? Ну, как не видим, мы все время с ними встречаемся, просто мы не знаем, что они из этой команды. Но рептилии, я подозреваю, подразумеваю, что они имеют некий окрас, некую, там, другую кожу, глаза, там, с этими переборками. Ну, даже, смотрите, у нас... Ну, то, что я вижу в фантастических фильмах, я вот это хочу увидеть. Ну, вот смотрите, даже у нас, смотрите, Луна. Раньше мы его назвали Месяц, ну, сейчас его называем Месяц, да, говорят, Седой, как Лунь, блестящая, значит, да. Вот, Луна у китайцев это самый страшный дракон, и она называется именно почему-то по имени этого дракона. То есть, с Луны идет управление Землей, фактически. Все, кто там находится на сегодняшний день, но они здесь работают на Земле и могут в любой момент перебраться на Луну, если их тот разоблачает. Но мы же не видим этого, потому что нам закрыто. Вот как только какие-то сведения появляются в печати о ком-то, что он занимается чем-то. Хотя у нас официально существует, например, в Тибете религия Бон, она была распространена везде, среди всего высокопоставленного общества. потому что у нас вот Бонапарты были, Бон, да, или Бурбоны, это тоже Бон. То есть, Бон везде присутствовал. А Бон предполагает прежде всего человеческие жертвы. И прежде всего вот именно поедание еще этих жертв. А люди, когда каннибализм начинают заниматься, у них возникает энцефалит мозга. когда в Англии начали скармливать коровам их же мясо, у них энцефалит. Поэтому все высшие, особенно 19-й и еще раньше, 18-й век, они все дебилы были, потому что у них энцефалит мозга. и сейчас этот Бон процветает. Особенно на Западе. Но вот смотрите, я задал вопрос все равно по поводу того, что нами кто-то управляет, а мы их не видим. Потому что от нас закрыто это видение или потому что мы не хотим видеть? И потому что они так скрывали? Да, не дают. А мы же в принципе народ-то ведь пассивный. Его спаивают там, его травят все время этими всевозможными добавками которые под знаком там ей идут. Поэтому тот же картофель, который он же там же алкалоид, который делает человека тупым и ленивым. А мы же ведь не хотели есть этот картофель. Сопротивлялись. А сейчас все посленые не только картофельные помидоры и баклажаны и перец мы все едим. Это все посленые. А у них вот этот алкалоид, который делает человека тупым или ленивым, он там присутствует. А нам есть ничего. Больше что-то. Ну да, почти что там. Ну остается еще там огурцы, может быть чеснок. А вот скажите, вы употребляли такой технологии, как они прописные. То есть у нас на земле есть некие общины людей, которые не прописаны в стране и вот эти общины здесь живут. А что они едят? Если они не ходят в магазине? И свои и овощи, и фрукты. У нас смотрите, вот клубеньковых вообще не стало. То есть у нас кроме картофеля, но есть еще топинамбурта и все в принципе. У них клубеньковые культуры есть. Не напоминают картофель, но это у них нельзя взять эти культуры и вырасти врачи и у нас выращивать, но ничего не получается. Я думаю, что если у меня еще будет такая возможность получить эти... А вы думаете, почему у них растет, а у нас не растет? Ну там есть какие-то особенности. Их надо знать. Я думал, что если у тебя есть семена, можно... Вот есть тоже типа помидоров например, тоже красные такие, ягоды большие, как помидор. Поменьше чем на здоровый поменьше, они вкусные. Типа черри, но это не помидор. Естественно, тоже не выросли. И потом у нас смотрите исчезло много злаков. На наших глазах вот сорга например. помню еще мама у меня делала первый злак сорга. Сорга? Да. Его не стало. Я не знаю, что такое злак. Да. Вы уже не помните, а я помню. У нас исчезли деревья, черничное дерево, клубничное дерево, земляничное дерево. Это же все было. Нижний Сочи растут. Дентрарии растут. У китайцев растут. И в дикой природе растут. Ну, тоже там. А мы в Москве росли. А у нас, поскольку накладывали налоги на все деревья, попробуй собери чернику, например, за дерево. Во-первых, помнешь сюда, а надо собрать там было ведро. Конечно, их вырубали все, чтобы не сдавать никаких этих налогов. Оставили то, что можно собрать яблоки, груши. А все мягкие исчезли. Но черника осталось только в виде кустиков вот этих кустики в столь тринадцатисентометровых. первых больше размерами на дереве, которые как голубика и вкуснее больше. Даже больше голубика. Я помню раньше, мы собираем в детстве чернику, ходили в лес в 4 утра и набирали. Там нужно наклоняться под каждый кустик, поднимать его. Я представляю, дерево насколько удобнее собирать. Владим Асич, а вот скажите, если человек все-таки узнал допустим Андрей Православий, он какие-то практики стал вводить, какие это дает ему благо или привилегии? Да никаких. Кроме опасности быть схваченным где-нибудь замоченным. А зачем тогда нужно об этом узнавать? Ну я не говорю, что обязательно это узнавать. или почему хорошо это кому интересно он может узнать. Получается такая любознательность чтобы подвергать себя смерти раньше для чего? Ну я сначала не знал что это смертельно опасно. Я даже когда занимался книгами не думал что книги по волшебству по государству они оказываются стоят 200 тысяч долларов и мало того что если тебя поймать с этой книгой расстрел тебе обеспечен такой статьи нету но ты не жилец вот и в действительности книги они у меня были они хранились несколько дней всего лишь после чего они исчезали из квартиры то есть это делают не люди это те которые спокойно могут пройти к вам в квартиру посмотреть чем вы занимаетесь и вытащить у вас все что им захочется в частности книга у меня четыре раза гравили библиотеку как только вот я находил такую книгу интересную ну все она исчезала так а все таки смотрите если такую литературу изымают и за ней так следят то есть она имеет все-таки какое-то прикладное применение конечно какое но это все делают те которые нас захватили а нам это знать нельзя иначе мы будем противостоять но хорошо узнали мы что мы можем какое назначение этих знаний то есть мы можем им противостоять то что они делают ведь там же все фактически прежде чем осуществится какое-то событие оно происходит в тонком мире они формируют и они формируют этот тонкий мир а мы-то ведь не можем это сделать потому что мы не знаем как это соответственно эти книги они дают информацию как взаимодействие с тонким миром слушайте ну вот сейчас огромное количество информации в интернете прокачай свою энергию прокачай свою судьбу влияние в тонкий мир так что все уже знают про тонкий мир абсолютно все там эфирный сон астральные там сущности что-то такое либо это просто такая лапша на уши массирована да нет я бы не сказал что это лапша там же все построено на реальных фактах и явлениях у нас просто современная наука которая в принципе занимается тем чтобы не пускать людей в изучение в реальное изучение мира у нас же была третья наука наука это вообще навка правильная новая и она появилась в конце 19 начале 20 века а была тривия тривиально да потому что тривиальное слово осталось и это была вот как раз и наука которая изучала и тонкий мир и божественный мир и вот эти все физические химические и прочие и винии хотя здесь тоже напутано все и физика которую нам придумали и разрешили знать она вся тоже построена на нелепостях на частностях там нет объективных вещей тоже резонансы но вот по акустике глупее книги я вообще еще не встречал а там если брать по электричеству там тоже заморочек и лапши очень да согласен ну и много других вещей то же самое гравитация даже Блаватская которая вообще никак отношения к физике не имела и так говорила что это остаточное электричество то есть она правильно думала смотрите у меня вот такой вопрос а как вообще человек может знание имея знание Андрея Православия изменить свою судьбу ну во-первых когда вы знаете Андрея Православия вы знаете что вы можете перевоплотиться и знаете обряды которые делают из-за того чтобы перевоплотиться помочь людям которые в тот цвет вернуться опять в этот мир а если вы этого не знаете а зачем вернуться в этот мир если вы хотите чтобы у вас душа была вечной у вас должно быть перевоплощение периодическое то что у нас говорят что душа вечная я же уже сказал что это лапша потому что душа она имеет потенциал как правило на вечное когда она перевоплощается конечно туда а туда мы уходим мы уходим на то есть по болезни когда в душе ноль потенциал она там долго не может существовать поэтому она вынуждена воплощаться быстро в животных растения в камни в растениях когда воплощается вы ее наверное видели и деревья та же береза например ствол в форме человека то есть полностью его копируют мудр мудр мудра города там корни общие все человеки да там и женские и мужские то есть и парами случайно и парами то есть это случайно что ли нет это люди вынуждены превоплощаться а как людям повышать свой потенциал души тонких тел ну это ведь целое искусство было которое в общем-то у нас канул в лету где-то получится ну вот в какой-то степени неумылакин говорю как повышать бетон гепат неумылакин неумылакин да вот есть некоторые современные наши адепты той же самой йоги например они говорят некоторые очень дельные вещи особенно авторские исследования говорят о том что можно повышать потенциал оказывает растяжек с помощью определенных упражнений изгибов есть там некоторые общие моменты которые позволяют копить не только за счет растяжек 10 в природе кроме движения эфира больше ничего нету а именно из движений эфира рождаются и миры и жизни планеты и животные и люди ну все рождается только из движений почему и были вот эти чудесные дисциплины потому что они знали какие движения к чему приводят я могу привести пример что те же самые вот например мужские движения женские движения до войны еще до этой великой отечественной были гимназии гимназии школы детские но смысле юношеские да вот и у них разные движения я вот сейчас подождите были а занятия физкультурой были разные то есть при движении нельзя делать мне казалось что девочки просто в юбках им неудобно делать пыжиках ходили в то время а пыжки что такое пыжики это тоже короткие такие шаровары которые выше колен резинка ну хорошо какие движения мужские какие женские вот как пример ну чего и мы сейчас будем рассказывать про это это вот кстати говорит те которые помнили учились и запомнили и дело в том что у нас за счет вот этого эффекта манделы происходит стирание вообще информация о прошлом я могу привести пример что раньше например у нас были русалки например они указаны учились дальше или там были те же самые хазары были целые поселения людей лошадей и некоторым значит живущим в то время людям не смогли стереть мозги они помнили что были такие поселения черти до сих пор вот поселения остались но они с нами не контакт понятно потому что они используются для других целей есть целые поселения ну помимо значит русалок там целые поселения тех же самых песеглавцев поселение готов но готов их уничтожают беспощадно если песеглавцев еще не так ну тоже трогают а кто их трогает захватническая вот эта сила которая нами руководит нам ведь нельзя значит что существует много разумных существ которые имеют иной облик чем у нас есть быть бычеглавы там поселения про них то есть они прямо сейчас есть сейчас антов поселения почему мы не знаем о том что эти поселения туда не ездят журналисты с микрофона конечно они далеко и надежно сокрыты от нас они не живут они сами себе там сокрыли или их там сограли они сами туда ушли чтоб их не трогали потому что всем было приказано или уходить в эти параллельные цивилизации которых больше 20 у нас на земле помимо человечества значит или значит уничтожение но они привыклижить на каком-то одном месте конечно никто не хочет покидать свое насиженное место ну понятно а вот смотрите такой тогда вопрос человек смотрит и все равно думает какое же все-таки утилитарное применение может быть тем знанием которое можно получить скажем сакральное знание и у меня такой вопрос а можно ли как-то повлиять на финансовое состояние семьи зная вот какие-то основы древе православия ну у нас видите в старину ведь не было денежной этой системе финансовой или благополучие улучшить в целом встать на какую-то новую волну достатка успеха радости счастья ну можно конечно но это же тоже все под теми печатями это не рассказывается широко ну то есть можно узнать там какие-то заговоры какие-то эти и то там под большим секретом тебе что-то расскажет если ты пришли в интернете там это куча всяких заговор понятно заговоров ну в магнит пятерочку зайди там книжка заговоры на апрель да на все случаи на все случаи но это все не рабочие все что работает оно вне поля зрения оно недосягаемо как правило а нам в общем-то клею вернее вешают эту лапшу достаточно широко и активно а скажите а какое вообще будущее у нашей земли ближайшее печальное поясните ну вот сейчас поставили значит задачу убрать человечество с земли и заселить их ануннаками тут планируется где-то миллиард ануннаков чтобы они ануннаки это кто? ну это писиглавцы это откуда их возьмут? потому что писинаги вот писинаги смешанные с людьми получилось писиглавцы вот а у нас очень много цивилизаций а где их возьмут такого количества? потерявшие свои планеты а из других планет конечно это из других систем звездных и они уже давно были бывали земли тем более здесь у нас на земле семь чудес света именно света а света это больше чем космос больше чем вселенная и им нужен тот же логос нужен даже транспортная система нужна сама земля тоже это тоже чудо света потому что и купол здесь сделаны города аида города тартара они сейчас заняты конечно не все правда их периодически освобождают потому что у нас проторы вечно меняются вот потому что идет борьба за землю война которая в космосе происходит происходит из-за земли не из-за человечества а из-за вот этих чудес созданных нашими предками потому что наши предки были на уровне повелителей вселенных это пишут и веды это пишут другие источники которые в общем-то отражают реальные факты ну а что нам сделать чтобы остановить вот это захват земли ну я лично считаю что необходимо обращаться к высшим силам космоса или вселенной которые могли бы нам реально помочь а как обращаться обращаться всем миром хором просить о том что земля захвачена мы хотим жить ЗОС это ведь не только значит наш позывной это вселенский позывной и он везде работает то есть спасите наши души ну вот это обращение это имеется прямо физически человек должен встать и вслух произнести нити слова спасите наши души нет у нас на сайте расположена вот это обращение которое можно читать там по отчетным числам ну или по нечетным в зависимости от того какое там обращение найдете его надо просто периодически читать поскольку это будет все происходить одновременно голос будет услышан будет услышан и будут приняты меры а каким образом голос человека находящийся в комнате будет услышан в космосе ведь мы же знаем по законам физики что вот он отразится от стен и погаснет казалось бы дело в том что еще в девятнадцатом веке было известно что звук рождает электромагнитное излучение большинство людей большинство людей космоса они все телепаты поэтому они ловят эти сигналы мы же в этих словах имеем образы не обязательно мы как бы источаем из себя но общее более имеет образы вот этих звуковых сообщений поэтому когда мы произносим все нас слышат они слышат несмотря на то что мы все это языческим способом сообщаем не телепатическим а правильно понимаю что раз звук рождает электрическую энергию то здесь можно провести параллель что ну скажем так правильные хорошие слова они соответственно рождают правильной энергии можно ли теперь это принести привести применительно скажем к семейной жизни что если супруги говорят друг другу хорошие добрые слова то создается некое энергетическое поле позитивное которое дальше их ведет более крепким отношением дело в том что в свое время еще был у нас такое но есть изобретатель шишкин который пять тысяч изобретений еще в году светской власти было сделано это больше чем у того же едисона у него тысячи всего изобретений и вот он разработал и доказал что те слова которые мы произносим они тяну соответствующие события мы часто там допустим на дорогах ругаемся кто-то там подрезал кто-то там значит не уступил дорогу еще что-то мы произносим всего нормальных слова эти слова они формируют у нас нашу судьбу и вот он разработал целую программу которая предсказывает частота значит произносимых слов какая ждет вас судьба целая программа компьютерная программа то есть от того что мы говорим то мы и притягиваем потому что подобное притягивает подобное хотя в современной физике все наоборот причем взят частный случай да такие вещи бывают в одной плоскости в разных плоскостях работает принцип подобное притягивает подобное потому что гироскопы те же самые притягиваются если они закручены в одну сторону и находятся друг над другом рядом когда они стоят они отталкиваются ну вот Вадим Зеланд говорит в своей книге о том что перепрыгивание с одной волны судьбы на другую судьбу происходит именно с помощью мыслеформы потому что мыслеформа имеет определенную частоту и соответственно она перетаскивает тебя на ту частоту которая соответствует ну вот этому резонансу поэтому если ты хочешь переизменить свою судьбу просто измени мыслеформу ну это вот такая скажем упрощенная версия там его трилогии правильно совершенно дело в том что у нас ведь в школах ну у нас было четыре класса вы помните да больше в принципе не надо эти четыре класса равны сегодняшним десяти или там двенадцати современных даже больше у нас была отметочная система отметочная система когда человек ну ребенок радовался за другого что он получил хорошую оценку вот отметочная система она наряду с оценочной не существовало и оценки не те что сейчас вот там хорошо плохо удовлетворительно а была расширенная то есть там более пятисот то есть прекрасно великолепно интересно ну много таких еще открытой системы потому что цифровая это 2-3-4 она ничего не выражает человек может старался но но не получилось или как-то там это ему два шара вгонят вот и поэтому когда человек его как бы учили радоваться и он порадовался за другого человека за его успех его успех становится твоим успехом и вы тянете эти успехи уже к себе потому что подобное вы зарядились этим подобным вот я не я вообще не согласен с современной системы образования потому что на мой взгляд ворачивает круглых эгоистов и циников потому что сидят в одном классе и двоечники и пятерышники и пятерышник чувствует себя более успешным двоечник ущербным и на самом деле жизнь показывает что потом двоечник становится более успешным а пятерышник получается уже взял все лавры почета в школе и в общем-то ему уже после школы ничего неинтересно а Владимир Васильевич а вот еще у меня такой вопрос наверное для предпринимателей вот какие дадите ну скажем так и простые примитивные советы вот как вообще вот схватить птицу счастья за хвост в бизнесе да научиться радоваться успехам других людей я заметил что богатые люди они во-первых никогда никого не критикуют первый момент второй момент они реально радуются за других людей и они очень ну как бы ну как это выразить ну уважительно они относятся к деньгам то есть если там копейка какая-то валяется мы же пренебрежительно относимся проходим ну я не похожу а вот а вот он подымет цена даже пусть там копейка какая-то да подымет он проявляет уважение к деньгам вот и и и и у а около около жизнь на том и на этом свете и у нас ведь раньше это юб толстой описал да у многих авторов все дети от старших до младших были у них сидели в одном месте да 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 потому что они вспоминали свои жизни исполнили ну жизнь первый класс вспомнили две жизни прошлых 2 кого вот все жизни вы вспомнили вот мы до того когда мы были а сами надо вспомнить а все мы были а сами то есть бог это аст это выше чем бог то есть больше возможностей и когда мы вспомнили то есть мы уже все из вспоминали не просто как вы там жили вспоминали навыки которые вы имели поэтому вот у нас 4 как-то сделать сейчас современную человек как вернуться откатыми знания будете будет заниматься но вот чё придет к вам скажет я хочу вспомнить свою жизнь нас но вот мы пытались там сделать где-то в школу уже не один раз когда начинает вот и подобные вещи происходить приходит куча комиссий которые в принципе все закрывают у меня вот мой друг он принципе не один раз пытался сделать подобную школу в конце концов он сгорел ну номер просто но это учатся современную человеку вообще нет шансов вспомнить прошлой жизни нет он может сам вспоминать ассалка на 3 вспоминает но есть метод это пифагоры но потом если ты ходишь там по музеям слушаешь старинную музыку хотя старинная музыка она сейчас изменена очень сильно очень сильно потому что у нас были еще четвертинки на тех же фортепиано были белый клавиши черный и серые четвертинки это были серые сейчас полтона только да олег лету нету поэтому мы слушаем там листа там и прочих композиторов эти не так звучат как должны звучать интересно но все равно какие-то которые не использовали эти четвертинки могут привести к воспоминаниям ну например вот песня солдатушки браво ребятушки многие люди не слышу даже этой песни когда-то ее услышат начинают плакать друг а это песни как раз детей которые участвовали в боях они как правило все гибли потому что они детишки воевали против взрослых дядей а защищали ведь все то есть когда была война священный долг принципе каждого гражданина земли защищать нашу планету и при этом дети тоже воевали с четырех с пяти лет поэтому они плачут потому что они погибали в то время и вот это вот память она в чем-то все равно так или иначе проявляет хорошо ну что ж друзья я хочу поблагодарить владимир алексеевича за достаточно подробное интервью дима сечу благодарю вас было очень интересно надеюсь это наш с вами не последнее общение него тоже буду беру за то что вы выслушали спасибо до свидания